Привет, девчонки! Сегодня своё видео я посвящаю двум продуктам от люксовых марок Dior и Lancome. Это вот такая вот основа под макияж и палетка теней от фирмы Lancome. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной. Приятного аппетита! Ещё задолго до того, как я стала снимать видеоролики на YouTube, уже до этого периода я очень много покупала себе тональных основ и очень много приобретала себе пудр, которые прекрасно перекочевывали к моей маме, к моей сестре, моим подружкам. Но до того, как я стала снимать ролики, я никогда не приобретала себе базу под макияж. Почему-то я считала, что это ненужная вещица. И после того, как я активно стала заниматься YouTube и просматривать стала активно ролики других блогеров, я поняла, что она нужна. Я купила себе одну базу под макияж, купила другую базу под макияж. Хочу сказать, что и одна, и вторая, в общем-то, меня полностью устраивают. Первая у меня из Adora, вторая у меня от фирмы MAC. Но в летний период времени меня не устраивает ни одна, ни другая. И в очередной раз, попав в магазин наш Ревгуш, честно скажу, пошла туда за хайлайтером от Bobbi Brown. Что-то мне очень захотелось этот хайлайтер. Но, ну, как-то я около него покрутилась. Я, когда выбираю косметику, я обязательно выхожу на улицу, проверяю, как это выглядит на обычном дневном свете. И остановилась возле выставочной секции Dior. И тут подошла девочка-консультант, которая мне, честно вам скажу, она просто мне навязала. Вот навязала вот этот вот Glow Maximizer. Это новая база, вот так она выглядит, под макияж, создающая эффект студийного освещения. И дарящая лицу максимально естественное сияние. Полупрозрачный рассеивающий свет пигменты в его составе стирают с лица следы усталости. Хочу сказать, что действительно, стирают с лица следы усталости. Я купила эту базу, у меня там ещё была скидка, по карте ещё у меня была скидка. Купила, приехала домой, думаю, зачем я её купила. Но, когда я нанесла эту базу на лицо, девочки, теперь я наношу её всегда, вот такая вот у неё текстура. Она нежнейшая, просто нежнейшая. Разносится по лицу великолепно. И потом даёт вот такое вот неперламутровое сияние. Я вот даже не могу объяснить, какой-то вот частички золота какого-то находятся в составе этой базы. Ещё задолго до того, как я стала снимать видеоролики на YouTube, уже до этого периода я очень много покупала себе тональных основ и очень много приобретала себе пудр, которые прекрасно перекочёвывали к моей маме, к моей сестре, моим подружкам. Но до того, как я стала снимать ролики, я никогда не приобретала себе базу под макияж. Почему-то я считала, что это ненужная вещица. И после того, как я активно стала заниматься YouTube и просматривать стала активно ролики других блогеров, я поняла, что она нужна. Я купила себе одну базу под макияж, купила другую базу под макияж. Хочу сказать, что и одна, и вторая, в общем-то, меня полностью устраивают. Первая у меня из Адора, вторая у меня от фирмы Мак. Но в летний период времени меня не устраивает ни одна, ни другая. И в очередной раз, попав в магазин наш Ревгуш, честно скажу, пошла туда за хайлайтером от Бобби Браун. Что-то мне очень захотелось этот хайлайтер. Но как-то я около него покрутилась. Я, когда выбираю косметику, я обязательно выхожу на улицу, проверяю, как это выглядит на обычном дневном свете. И остановилась возле выставочной секции Диур. И тут подошла девочка-консультант, которая мне, честно вам скажу, просто мне навязала. Вот навязала вот этот вот Glow Maximizer. Это новая база. Так она выглядит. Под макияж, создающий эффект студийного освещения. И дарящее лицу максимально естественное сияние. Полупрозрачный рассеивающий свет пигмента в его составе стирают с лица следы усталости. Хочу сказать, что действительно, стирают с лица следы усталости. Я купила эту базу, у меня там ещё была скидка, по карте ещё у меня была скидка. Купила, приехала домой. Думаю, зачем я её купила. Но когда я нанесла эту базу на лицо, девочки, теперь я наношу её всегда. Вот такая вот у неё текстура. Она нежнейшая, просто нежнейшая. Разносится по лицу великолепно. И потом даёт вот такое вот неперламутровое сияние. Я вот даже не могу объяснить, какой это частички золота какого-то находятся в составе этой базы. Единственное, что, наверное, эта база не подойдёт белоснежкам. Потому что она вот именно с золотыми такими частичками, она действительно... Знаете, она мало того, что она рассеивает свет, она ко всему ещё придаёт вид загара лицу. Хотя это ненавязчивый вид загара. Я не люблю, когда вот такие вот загорелые лица ходят по городу. Но мне это не очень нравится. Это такой приятный, ненавязчивый вид загара. Золотые частички действительно отражают свет. Что очень хорошо при сильном солнышке. И абсолютно нет впечатления жирности. То есть у меня есть вот такая база от Макс Труп. Она тоже... Вот тоже она люминайс, как и эта. Но она совсем другая. Вот у этой, когда я её наношу, через 3-4 часа впечатление, что у меня... Ну, я не знаю, килограмм жира на лице. После этой такого впечатления нет вообще. Частички мелкие. Пигмент такой вот, знаете, такой вот... Ну, аккуратный, скажем так. Попробуйте, девочки. Попробуйте. Очень советую, очень рекомендую. Ложиться равномерно на лицо. Ну, то, наверное, на этом и всё. И... Прямо она у меня сейчас в любимчиках. Очень я её люблю. Я её ношу сейчас каждый день на своё лицо. И мне очень нравится впечатление от неё, ощущение от неё. Ну, и, в общем-то, классная вещичка. О том, о котором я вам сегодня хотела бы рассказать. Это вот такие вот ланкомовские тени. Гипноз, стар и эспалет. Мои тени в цвете ST3. У меня вот такие вот нудовые цвета. Хочу сказать, что тоже... С этой палеткой тоже небольшая история. Я пошла, вообще-то, выбирать палетку от Guerlain. Все её хвалили, нахваливали. Вот эта шестицветная палетка. Что-то я вокруг неё крутилась, 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 крутилась. И как-то меня переманили на стенд ланком. Я сделала свотчи на одной руке ланком, на другой руке герлен. И хочу сказать, что всё-таки выиграли ланком. Ну, во-первых, что самое здесь интересное? Во-первых, самое интересное то, что, видите, кисточки намагничены. То есть, как бы я не переворачивала кисточки, коробочку кисточки намагничены, кисточки не вылетают. Это самое интересное в этой палетке. Далее, палетка имеет две вот такие кисточки. Одна растушёвочная, очень даже приличная, хочу сказать. И вторая вот такой, извините, грязненький. Я пользуюсь каждый день. Вот такая вот кисть. С одной стороны для нанесения теней, а с другой стороны для нанесения стрелочек. И, собственно говоря, хайлайтера и теней тоже самое. Пользуюсь, ну, это видно, что я пользуюсь этими кисточками. Теперь, что по поводу самих теней. Тени такие вот фростово-перламутровые цвета нюдовые. Сейчас я вам сделаю сводчики. Ну, вот это вот считается всё больше как хайлайтер. Вот этот вот персиковый меня просто покорил. Такой вот коричневый тоже перламутр. И тёмно-коричневый, который вот такого вот цвета. Сейчас я вам сделаю вот такие сводчи. Ну, вот смотрите, даже вот так вот, видите, прекрасно наносятся. Мне нравится хороший пигмент в этих тенях. Имеют мерцающие частички. После нанесения частички не сбиваются. После нанесения частички не скатываются. Сейчас летний период времени я не наношу столько средств на лицо, как в зимний период времени осенний и весенний. То есть стараюсь по минимуму наносить на лицо средства. Базу под тени сейчас не наношу. Хочу сказать, что эти тени прекрасно выдерживают целый день. И только к вечеру кое-где начинают забиваться в складочку. Они перламутровые. Но сказать, что у них такой, знаете, вот, даже не знаю, как слово подобрать. Наверное, такой сильный перламутр, как во многих есть тенях, я не могу сказать. Они такие вот, знаете, достойно перламутровые, с какими-то мельчайшими частичками, которые абсолютно не царапаются при нанесении. Хотя вот так вот, если на них смотреть, кажется, что там эти частицы до такой степени, вот, много их есть, что, кажется, наверное, нанесение будет не очень. Нет, нанесение очень нежнейшее, очень приятное. Гамма подобрана, я считаю, что просто великолепно. Там таких вот тенюшечек, там, по-моему, 8 или 12, по-моему, там 4 по 3, или 3 по 3. То есть, ну, выбрать вы сможете, в принципе, для любых глаз, для любых своих пожеланий. Там есть и синие, и зелёные оттенки, и вот таких нюдовых оттенков. Там тоже три разные палетки. То есть, если вы заинтересуетесь этим продуктом, я думаю, вы обязательно подберёте какую-то себе палетку, которая вам очень понравится. Мне палетка очень нравится. Кстати, палетки, конечно же, люксовая, палетка не очень дешёвая. Обычная, лаконичная вот такая упаковочка. В общем-то, мне очень понравились эти тени. Я очень рада, очень довольна этой покупкой. Сегодня это было всё, что я вам хотела показать и рассказать. Очень рада, если вам понравилось моё видео. Буду рада, если вам моё видео было полезным. Ставьте пальчики вверх. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!